Я предлагал бы сейчас не делать нам перерыва. Если это возможно, если нет, не будет возражений от Людмилы Алекхандовны или Александра Станиславовича, а перейти сразу же ко второй лекции, а после нее как раз тогда посмотреть, будут ли вопросы. Я вас, кстати, приглашаю пользоваться, наверное, чатом. Есть еще и отдельный такой чат для вопросов. Пишите туда или туда ваши вопросы. Мы их тогда по завершении вот этой лекции все рассмотрим. Да, Людмила Алекхандовна, как вы скажете? При условии, если вы не устали. А, нет, я нет. Я наоборот, я чувствую такую подпитку от аудитории, я чувствую присутствие людей, хотя и нахожусь перед компьютером. Но, видимо, какое-то у нас новое чувство развилось в организмах, позволяющее чувствовать вот такую аудиторию, ее реакцию на расстояние. Я чувствую, как будто бы нахожусь вживую в Ташкенте, где всегда, я говорю, вот с очень теплым чувством встречают. Всегда очень приятно читать лекции и отвечать на вопросы. Вот ваша аудитория, Людмила Алекхандовна, это всегда особое удовольствие. Так что, если вы не против, продолжим. Продолжим. Договорились. Ну и, как я говорил, конечно, говоря о кислотном основном состоянии, мы не можем с вами никак ограничиться только вопросами респираторной регуляции, которые напрямую лежат в конве этого курса образовательного CAA. Но мы должны с вами обязательно поговорить и о метаболической регуляции, и о параметрах оценки, поскольку любая интерпретация кислотно-основных нарушений крови у пациентов – это всегда оценка и в PH крови, и вклада дыхательной регуляции, и вклада метаболической регуляции. Только тогда мы можем прийти к интерпретационному заключению, а о том, как формулировать интерпретационное заключение о нарушениях кислотно-основного состояния, какие правила, приемы здесь применимы, мы с вами поговорим как раз в завершении вот этой нашей с вами второй лекции в сегодняшний день. Итак, напоминаю, да, у меня есть потенциальный конфликт интересов, поскольку я сотрудник компании «Радиометр». Надеюсь, что первая часть лекции вас не разочаровала, и вы, так скажем, не обнаружили здесь никакой яркой рекламы, а наоборот обнаружили такую достаточно объективную и полезную информацию. Я уже говорил, что я хоть и являюсь сотрудником кафедры медицинской биохимии «Ромопо», и сегодня делаю фактически презентацию и лекцию от имени кафедры медицинской биохимии «Ромопо», при этом не являюсь биохимиком, являюсь по профессиональному опыту врачом-анестезиологом-реаниматологом, поэтому я думаю, что та часть химии, которая сейчас у нас с вами прозвучит на ближайших слайдах, вы, может быть, со мной согласитесь, что это как раз тот объем биохимии и химии, который нужен не биохимику, а именно клиницисту, то есть нужен врачу-анестезиологу-реаниматологу, который сталкивается с нарушениями КСС у пациента. Ну и еще раз напомню, что достаточно сфотографировать вот этот слайд, на нем есть электронная почта моя, если вы на электронную почту мне напишете письмо, когда бы это ни случилось, если вы в этом письме укажете сегодняшнюю дату, 26 января 2022 года, я вам в ответ пришлю презентацию со слайдами, можете смело ею пользоваться, делиться, пожалуйста, она практически ваша в таком случае. Итак, мы с вами сейчас в этой части лекции поговорим сперва в целом о метаболической регуляции кислотно-основного состояния, чем она представлена, какова роль бикарбоната в этой самой метаболической регуляции, потом мы охарактеризуем буферные системы крови, потом перейдем к более подробному разбору именно бикарбонатной буферной системы и разберем уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Вот, потом мы с вами охарактеризуем, какими еще способами, кроме бикарбоната, можно оценить метаболическую регуляцию кислотно-основного состояния. И здесь у нас разговор пойдет о показателях избытка оснований, БЕФ, БСХС, и о показателе анионного промежутка. Потом мы с вами разберем, в чем заключаются подходы, какие есть подходы к интерпретации кислотно-основного состояния и какими приемами можно пользоваться для того, чтобы упростить и структурировать процесс перехода от анализа, то есть отдельный параметр, его показатель, параметр, показатель к интерпретационному заключению. Потому что интерпретационное заключение – это не просто констатация факта, что у пациента, допустим, PH снижен, бикарбонат повышен, а ПСО2 тоже повышен. Нет, интерпретационное заключение – это уже такая конкретная фраза, допустим, то, что я сейчас описал, могла бы быть охарактеризована как частично компенсированный дыхательный ацидоз. Вот это уже интерпретационное заключение. Ну и мы с вами как раз один из приемов интерпретации кислотно-основного состояния потренируем на нескольких клинических примерах и посмотрим, какие же интерпретационные заключения мы там с вами сформулируем. Ну и на этом, в общем, мой материал такой закончится. И я надеюсь, что мы оставим с вами минут, ну, как минимум 5, а может быть 10 для того, чтобы ответить на вопросы. Итак, метаболическая регуляция кислотно-основного состояния. Вот в отличие от дыхательной регуляции, в которой очень легко было ответить на вопрос, через какую частицу реализуется дыхательная регуляция. Через частицу СО2, через диоксид углерода. Ответить на такой вопрос для метаболической регуляции оказывается очень сложно. Через какие частицы реализуется метаболическая регуляция? Ну, например, если мы будем перечислять с вами причины метаболических нарушений КСС, это может быть и лактат, и кетоновые тела, и какие-нибудь там фосфаты при почечной недостаточности терминальной, и всякие там отравления, метанолы, этиленгликоли и так далее, то есть то, что при отравлениях попадает. И гиперхлоремические метаболические ацидозы, то есть через хлор может реализовываться. Ответить вот так на этот вопрос очень сложно. Мы начнем перечислять все частицы, влияющие на кислотно-основное состояние, кроме углекислоты. Вот они все попадают в этот диапазон метаболической регуляции кислотно-основного состояния. Но их можно разделить на некоторые группы. Во-первых, мы с вами говорили, что и в норме клетки органов и тканей за счет метаболизма углеводов и жиров образуют не только СО2, но еще и некоторое количество нелетучих кислот. При патологических состояниях, например, при гипоксии, гипоперфузии, продукция вот этих нелетучих кислот может возрастать многократно. Например, лактата при гипоксии, продукция кетоновых тел при нарушениях углеводного обмена. И вот образующиеся в организме нелетучие кислоты, мы с вами говорили, в норме выводятся почки. Но что интересно, почки способны не только выводить кислоты, как они это делают в здоровом организме изо дня в день, поскольку обычно мы с вами встречаем нормальный уровень pH мочи в несколько кислом диапазоне, потому что они выводят те самые кислоты нелетучие. Но почки могут менять свою функцию ровно на 180 градусов и переключаться с выведения кислот и реабсорбции оснований на, наоборот, на активную секрецию метаболических оснований из организма и реабсорбцию кислот. Так что почки могут и в ту, и в другую сторону изменять pH крови. Или выводить кислоты, задерживать основания, или, наоборот, выводить основания, задерживать кислоты. Итогом будет вмешательство в уровень pH крови. И вот это вмешательство в pH крови с помощью почечной функции за счет изменения того, что экскретируется, а что реабсорбируется, называется способностью к почечной компенсации изменений pH крови. Вот эта почечная регуляция требует для своей реализации, как правило, двое-трое суток для достижения полной степени, максимальной, и как минимум 12-24 часа, чтобы появились первые признаки почечного вмешательства в уровень pH крови. Мы дальше чуть позже с вами поговорим, по каким показателям можно это оценить. Но дело в том, что помимо кислот, образующихся, собственно, на нашими клетками органов и тканей, помимо вмешательства почек, следует отметить еще и роль экзогенных факторов. Дело в том, что в организм могут попадать кислоты или основания, или при отравлениях, при интоксикациях, или же мы тоже, все наши инфузионные растворы, препараты, многие из них являются кислотами или основаниями с точки зрения влияния на кислотно-основное состояние крови. Но в итоге мы не можем ведь с вами подвергать анализу каждую отдельную составляющую. Нам нужен какой-то интегральный критерий, показатель того, что в целом происходит в балансе метаболических кислот, куда попадут все и хлор, и лактат, и кетоновые тела, все-все-все, и основания, куда попадут все основания. Там могут быть и натрий, и калий, и так далее, и так далее. И вот таким показателем интегральным из тех, которые отражены на этом слайде, как правило, нам служит показатель концентрации бикарбоната. Этот самый бикарбонат в силу каких же своих химических свойств позволяет нам судить о балансе вот этих всех частиц. Таким главным его свойством является следующее, что это факт того, что он является доминирующей, основной, очень слабой кислотой в внеклеточной жидкости. То есть фактически анион бикарбоната, анион угольной кислоты, а угольная кислота по своей концентрации имеет максимальную концентрацию среди слабых кислот во внеклеточной жидкости. И как основной анион очень слабой кислоты, он как раз-таки отражает в изменении своей концентрации, что происходит с концентрациями более сильных кислот или оснований. Сейчас проиллюстрирую то, что я сказал. Может быть, очень непонятно и сложно воспринять это вот так в виде речевой информации. Посмотрим визуально теперь, в силу чего бикарбонат способен отражать все метаболические нарушения кислотно-основного состояния. Причиной для такой способности бикарбоната является справедливость закона электронейтральности. Закон электронейтральности говорит о том, что в любом растворе имеется абсолютное точное равенство суммы всех положительных зарядов катионов, сумме всех отрицательных зарядов анионов. Например, у меня здесь минеральная вода, в ней я не знаю точно, какая концентрация натрия, калия, кальция, магния, хлора, бикарбоната, сульфатов, но я точно знаю, что сумма всех катионов равна сумме всех анионов. И это справедливо точно так же и для нашей крови. В нашей плазме крови положительный заряд, возьмем такой вариант нормального состава плазмы, 144 млэквивалента на литр положительного заряда создается основными катионами – натрия и калия. Им противостоят 144 млэквивалента на литр отрицательного заряда, формируемые хлором – 102 ммол на литр, бикарбонатом – 24 ммол на литр и альбумином с фосфатами, еще примерно 18 млэквивалентов на литр отрицательного заряда. Ну и вот, вы видите, эти два столбика очень точно равны. Такой график называется гэмблограмма по фамилии такого доктора Гэмбла, который, собственно говоря, придумал так отражать единый состав растворов. Представьте себе, что в этой нормальной плазме крови происходят изменения. На 10 ммол на литр увеличивается концентрация лактата. Ну, у меня этого можно легко достичь, если я начну выполнять очень высокий уровень физической нагрузки. Например, возьму груз, возьму штангу и начну с этой штанги еще и приседать. Вот я сделаю столько приседаний, сколько смогу. После этого мы измерим с вами у меня лактат, и он легко повысится на 10 ммол на литр. Весь лактат, который встречается в человеческом организме, представлен не цельными молекулами молочной кислоты, а представлен отрицательно заряженными анионами лактата. То есть в плазме крови появилось 10 ммол на литр отрицательно заряженного аниона, которого в ней еще несколько минут назад не было. Каким образом будет поддерживаться электронейтральность? Ведь она же все равно продолжает соблюдаться. Если вам на ум придет в качестве поддерживающей электронейтральность частицы ион водорода, то он не подходит. Почему? Потому что если бы лактату, электронейтральность поддерживали ионы водорода, то их потребовалось бы 10 ммол на литр. А 10 ммол на литр концентрация ионов водорода соответствует уровню pH, равному 2 единицам. К счастью, даже у пациентов, у которых гиперлактатемия свыше 10 ммол на литр, pH не падает до уровня 2. Что же тогда поддерживает электронейтральность? Электронейтральность будет поддерживаться благодаря уменьшению концентрации бикарбоната. Бикарбонат, как анион очень слабой угольной кислоты, будет тесниться, уменьшаться, освобождая в структуре анионов место для лактата, для аниона гораздо более сильной кислоты. СО2 при этом будет элиминироваться газообменом в легких, и его уровень будет зависеть от уровня дыхательной регуляции. И мы с вами увидим изменения метаболической регуляции КСС, возникшие вследствие такой причины, как гиперлактатемия, отразятся на концентрации бикарбоната. То есть фактически бикарбонат выполняет функцию зеркала, функцию флажка, который, так скажем, который машет при этом кто? В данном случае машет лактат. То есть причина нарушения КСС в лактате, а уже их отражение мы можем найти в уменьшении концентрации бикарбоната. И на месте лактата может оказаться анион любой, более сильный, чем угольная кислота. Это могут быть анионы кетоновых тел, это могут быть анионы, допустим, муравьиной кислоты при отравлении метиловым спиртом, ну и так далее. Точно так же на концентрации бикарбоната отразится и изменение концентрации сильных щелочей. Будут увеличиваться щелочи, соответственно, будет увеличиваться концентрация бикарбоната. Будут теряться основания, будет снижаться в ответ концентрация бикарбоната. А вытекает все это из-за закона электронейтральности. Теперь переходим к описанию буферных систем крови, потому что фактически мы с вами сейчас как раз на предыдущих слайдах обнаружили то, как наличие бикарбоната в крови позволило ей пережить увеличение на 10 мм на литр концентрации лактата, не снижая уровень pH до 2, а снижая его лишь на какие-нибудь десятые, хотя бы сотые доли единицы pH. И это как раз-таки является отражением буферных свойств, которые присутствуют у бикарбоната. И мы говорим о том, что в целом во внеклеточной жидкости, а в случае крови внеклеточная жидкость представлена плазмой крови, во внеклеточной жидкости основную буферную емкость создает бикарбонатная буферная система. Ее химическое уравнение представлено на этом слайде и выделено зелеными овалами сейчас. И в чем смысл буферных систем? В том, чтобы система раствора могла переживать возникающий дефицит или избыток сильных кислот или оснований без значительных колебаний уровня pH. То есть без значительных колебаний концентрации ионов водорода. Как правило, в химии в качестве буферных растворов используются растворы солей слабых кислот. У нас как раз слабая кислота угольная, она растворена, она делится между такими фракциями, как бикарбонат и CO2. И за счет изменяющегося равновесия между бикарбонатом и CO2 позволяет системе избегать резких колебаний уровня pH. Но когда мы говорим с вами о буферной емкости цельной крови, следует не забывать, что в крови присутствует еще и такой же жидкостной сектор, как внутриклеточный. Внутри эритроцитов находится гемоглобин и основной белок крови – это гемоглобин. И гемоглобин является частью белкового буфера и формирует при своей нормальной концентрации примерно половину буферной емкости буферных систем цельной крови. И следует об этом не забывать, что, соответственно, кровь пациентов с анемией характеризуется более низкой буферной емкостью, чем кровь пациентов с нормальным уровнем гемоглобина или высоким. Несколько фактов заслуживают внимания относительно бикарбонатной буферной системы. Дело в том, что мы с вами, когда интерпретируем КСС, как раз в первую очередь интерпретируем бикарбонатную буферную систему. Но сперва несколько слов о его физиологических возможностях. Во-первых, буферная емкость любой буферной системы максимальна, когда pH раствора равен уровню ПК, образующей этот буфер кислоты. Бикарбонатный буфер образован угольной кислотой, ее ПК равно 6,1. Вот прилетела зеленая стрелочка на слайд, она отмечает как раз-таки тот уровень pH, который соответствует уровню ПК угольной кислоты. Что такое ПК? ПК – это тот уровень pH, когда кислота поровну делится между двумя своими формами. В нашем случае это диссоциировавшая форма H+, HCO3- и не диссоциировавшая угольная кислота, которая представлена фактически молекулами воды и CO2 в растворе для нас. Итак, таким уровнем pH был бы 6,1. И все буферные системы имеют максимальную буферную емкость, то есть способны максимально противостоять отклонениям уровня pH именно при таком уровне pH. Для угольной кислоты это 6,1. Но ведь в нашей крови уровень pH совершенно иной. Уровень pH в норме 7,4. Вот вторая стрелочка прилетела на этот слайд. И вот при уровне pH 7,4 следует констатировать тот факт, что бикарбонатная буферная система, во-первых, имеет примерно 60-65% своей буферной емкости от максимальной. То есть снижена ее буферная емкость по сравнению с максимально возможной. И таким образом бикарбонатный буфер использует не только свою буферную емкость, вот эту пассивную. Но для организма крайне важным является управляемость бикарбонатным буфером через две независимые регулирующие системы. Через систему дыхательной регуляции организм может изменить количество СО2, концентрацию СО2. А через метаболическую регулирующую систему изменить баланс метаболических кислот и оснований, что отразится на концентрации бикарбоната. Таким образом, двумя независимыми регулирующими системами можно в ту или в иную сторону сместить положение равновесия в системе бикарбонатного буфера. Это первое. А второе – это то, что нам нужно констатировать факт, что бикарбонатный буфер лучше защищает организм от развития ацидозов. То есть против ацидозов, потому что при ацидозах организм смещается в сторону ПК, в сторону 6,1, и буферная емкость бикарбонатного буфера возрастает. Он все сильнее сопротивляется сдвигу ПХ. А в случае алкалозов, наоборот, ПХ удаляется от 6,1, и емкость бикарбонатного буфера прогрессивно падает, он все слабее и слабее защищает организм от дальнейшего сдвига ПХ в щелочную сторону. Таким образом, природой в нас заложена несколько более продвинутая защита от ацидозов, чем защита от алкалозов. Следует быть осторожным у своих пациентов, не вызывать у них ядрогенных алкалозов, с которыми очень трудно бороться и которые столь же, как минимум, вредны, а может быть, даже вреднее для организма, чем, хотя, по крайней мере, умеренные ацидозы. Теперь мы, охарактеризовав буферные системы крови в целом, сделав маленький акцент на бикарбонатной буферной системе, переходим к более подробному разбору бикарбонатной буферной системы. Как нам использовать бикарбонатный буфер для оценки состояния метаболической регуляции кислотно-основного состояния? Для этого необходимо знать смысл уравнения Гендерсона-Гассельбаха и знать возможности бикарбоната как параметра для оценки кислотно-основного состояния. Итак, между собой компоненты бикарбонатной буферной системы находятся во взаимозависимости по своим концентрациям, то есть их концентрации взаимозависимы и влияют друг на друга. Это является следствием такого базового закона химии, как закон действующих масс. Закон действующих масс характеризует равновесие в любой равновесной химической реакции, в том числе в химической реакции бикарбонатного буфера. И если взять закон действующих масс и модифицировать его в более удобный вид и применить его именно к бикарбонатному буферу, то мы получим на выходе уравнение Гендерсона-Гассельбаха. Что и сделали эти два замечательных химика, работавшие примерно 100-100 с небольшим лет назад, Лоренц Джозеф Гендерсон и Карл Альберт Гассельбах, которые преобразовали таким образом это уравнение закона действующих масс, чтобы мы в уравнении Гендерсона-Гассельбаха с вами видели. Концентрацию ионов водорода в виде показателя pH, концентрацию углекислоты в виде показателя парциального давления CO2 и концентрацию бикарбоната мы обнаружим в этом уравнении. Остальные компоненты уравнения Гендерсона-Гассельбаха не меняют своих числовых значений. Это 6,1 ПК угольной кислоты и 0,03 коэффициент растворимости углекислоты в водных растворах. Прочитать словесно при помощи речи это уравнение можно одним из двух путей. Один вариант. Каждому уровню pH соответствует определенное соотношение бикарбоната к углекислоте. Если это отношение остается неизменным, pH остается также неизменным. Например, у пациента в первый день бикарбонат равен 20 мм на литр, а ПЦО2 стало 60 мм ртутного столба. Теперь уже отношение 30 к 60, 1 к 2. Отношение-то осталось неизменным, значит и pH у этого пациента в первый и в третий день одинаковое значение имеет. А вот для того, чтобы изменился уровень pH, обязательно одновременно с изменением pH будет изменяться и соотношение бикарбоната к углекислоте. И, значит, для любых отклонений pH в кислую или в щелочную сторону, когда мы говорим с вами только лишь об отклонении pH, правомерным термином будет ацидемия для pH, смещенного в кислую сторону, и алкалемия для pH, смещенного в щелочную сторону. Так вот, для этих отклонений pH в виде ацидемии или алкалемии обязательно характерным будет изменение значения дроби в уравнении Гиндерсона-Гассельбаха. Для ацидемии дробь в уравнении должна уменьшать свое значение, для алкалемии должна увеличивать. За счет чего дробь может изменять свое значение? Или за счет изменения числителя, за счет бикарбоната, и тогда дробь изменяет свое значение в ту же сторону, в которой меняется бикарбонат. Например, бикарбонат растет, числитель растет, дробь увеличивается, pH растет. Или за счет знаменателя, за счет ПСО2. Но вот в случае знаменателя уже дробь будет менять свое значение в противоположную сторону относительно того, в какую сторону меняет свое значение знаменатель. Например, ПСО2 растет, увеличившийся знаменатель уменьшает значение дроби. И, соответственно, уменьшившаяся дробь отражается на уровне pH в виде снижения уровня pH. В чем различие между терминами ацидемия, алкалемия и ацидоз-алкалоз? Когда мы говорим только с вами про изменение pH в крови, мы говорим про ацидемию или алкалемию. Когда мы с вами упоминаем термины ацидоз или алкалоз, мы с вами говорим уже в целом о физиологическом феномене, о синдроме, о нарушении КСС, у которого есть природа дыхательная или метаболическая, или иногда смешанная. И тогда правомерным становится уже термин ацидоз или алкалоз. То есть если все, что вы упоминаете из параметров, только pH, то называйте их не ацидоз или алкалоз, а ацидемия и алкалемия. Если вы вместе с pH оцениваете еще и ПЦО2, оцениваете бикарбонат, то есть вы получаете идею о том, какова природа этих отклонений, тогда уже вы говорите об ацидозе или алкалозе. Ну и, соответственно, если ответственным за сдвиг pH является числитель бикарбоната, то мы говорим о метаболической природе этого отклонения. Если знаменатель ПЦО2, то отдыхательный. Например, как ведет себя уравнение Гендерсона-Гассельпаха при развитии метаболического ацидоза. Возьмем с вами пациента с сахарным диабетом. Декомпенсация диабета. Нарушение обмена характеризуется увеличением продукции кетоновых тел. Большое количество кетоновых тел в крови. Кетоновые тела более сильные кислоты, чем угольные. И, соответственно, снижение pH будет происходить одновременно с снижением концентрации бикарбоната. Почему снизится концентрация бикарбоната? Потому что накопились кетоновые тела. Кетоновые тела более сильные кислоты, чем угольные. Они заставят бикарбонат уменьшить концентрацию в структуре анионов для того, чтобы электронейтральность продолжала соблюдаться. К счастью для этого пациента, в его, как и в любом пациенте, в любом человеке, в его организме остался один компонент уравнения Гендерсона-Гассельпаха незадействованным. Парциальное давление углекислоты в уравнении Гендерсона-Гассельпаха никак не участвует в основном ведущем нарушении. А значит, есть возможность для осуществления дыхательной компенсации. И для этой самой дыхательной компенсации организм будет гипервентилироваться, тем самым уменьшать ПСО2. И тогда уменьшение знаменателя позволит организму вернуть дроби в уравнении Гендерсона-Гассельпаха нормальное значение, а значит, вернуть pH в область референсного диапазона. По своей степени такая дыхательная компенсация может быть либо полной, когда, как сейчас на слайде, pH возвращается в нормальный диапазон, либо может быть частичный. Если pH, дыхательная компенсация, тянет в сторону нормального диапазона, но он все же остается все еще в патологически низком диапазоне, когда силы этой дыхательной компенсации недостаточно, чтобы pH вернулся в рамки нормы. Тогда мы говорим о частичной компенсации по своей степени. Посмотрим, как на уравнении Гендерсона-Гассельпаха на его состоянии отразится дыхательный ацидоз. Пациент, например, с хроническим абструктивным бронхитом, у которого ацидемия развивается вследствие увеличившегося ПСО2. Тогда мы называем ее уже дыхательным ацидозом. У этого пациента, если у него достаточно времени у почек, чтобы выводить из организма кислоты, задерживать основания, изменится баланс метаболических кислот и оснований, это отразится на концентрации пикарбоната, пикарбонат увеличится, что способно вернуть дроби в уравнение Гендерсона-Гассельпаха, ее нормальное значение. И тогда мы говорим о компенсированном дыхательном ацидозе. Если же pH останется ниже нормальных значений, несмотря на то, что компенсаторная реакция присутствует, мы такой дыхательный ацидоз назовем частично компенсированным, потому что степень компенсации частичная будет. Таким образом, пикарбонат нам служит роли оценки метаболического компонента регуляции кислотно-основного состояния. То есть мы оцениваем метаболическую регуляцию по нему. Но в любом анализаторе газа в крови бикарбонат может быть посчитан как актуальный, то есть все анализаторы выдают его как расчетный параметр, вычисляют его на основании измеренных pH и pCO2. И в виде актуального бикарбоната этот показатель может испытывать некоторые отклонения в случае, если у пациента есть выраженные дыхательные нарушения. Поэтому при интерпретации кислотно-основного состояния предпочтение отдается не просто показателю бикарбоната плазмы крови, а показателю стандартного бикарбоната, который стандартизирован по парциальному давлению углекислоты. Для того, чтобы показатель бикарбоната надежно отражал только метаболический компонент регуляции кислотно-основного состояния. И никаким образом не зависел от наличия или отсутствия дыхательных нарушений у пациента в кислотно-основном состоянии. Поэтому при интерпретации кислотно-основного состояния глазами для оценки метаболической регуляции пробегаем до показателя стандартного бикарбоната. Про бикарбонат поговорили, его охарактеризовали. А дело в том, что кроме бикарбоната нам доступны еще некоторые параметры как критерии оценки метаболической регуляции в кислотно-основном состоянии. Среди этих показателей первым заслуживает нашего внимания показатель избытка оснований крови PE, Base Excess. Это тоже расчетный параметр газового состава крови. Он позволяет количественным путем в миллимолях на литр оценить метаболические нарушения в кислотно-основном состоянии. Поскольку он фактически отражает в миллимолях на литр величину того, сколько нужно кислоты или щелочи, чтобы нейтрализовать имеющееся в крови метаболическое нарушение кислотно-основного состояния. Причем до того, как математики придумали эмпирическим путем вычислили формулу для расчета показателя BE, этот показатель определяли как показатель концентрации тетруемых оснований с помощью методики ручного тетрования. И хотя теперь мы этой методикой не пользуемся, а заменили его математической формулой, смысл этого показателя остался прежним. И мы давайте с вами наглядно продемонстрируем смысл показателя BE именно на примере метода ручного тетрования. Представьте себе, мы взяли пробу крови, поместили ее в стандартные условия, в которых температура 37, ПЦО2 40. Все, дыхательная регуляция уже никакого эффекта на эту кровь не имеет. Ее уровень pH теперь зависит уже только от метаболической регуляции. Если pH ее в этих условиях равен 7,4, BE равно нулю. Не требуется нисколько ни кислоты, ни щелочи, чтобы вернуть pH к 7,4. А вот если pH ее выше 7,4, то BE имеет знак плюс, то есть мы будем говорить о избытке оснований, а в миллимолях на литр этот избыток будет представлять собой такое значение, сколько нужно кислоты, чтобы pH вернулся ровно к 7,4. То есть фактически эта кислота нейтрализует имеющиеся в крови нарушения кислотно-сосновного состояния. Если pH меньше 7,4, BE будет иметь знак минус, мы будем называть его часто довольно дефицитом оснований. При этом, что интересно, в уме будем еще и считать этот дефицит оснований гораздо более часто в клинических обстоятельствах, в реальных избытком кислот. Но называть его будем дефицитом оснований. Оценивать его будем через основание. И в миллимолях на литр эта величина будет равна стольки миллимолям на литр, сколько нужно щелочи, чтобы вернуть pH ровно к уровню 7,4. Причем, заметьте, когда мы с вами тетруем вот этот pH до 7,4, добавляя щелочь или кислоту, мы с вами фактически кислотой или щелочью добавляемыми преодолеваем сопротивление всех буферных систем, содержащихся в этой крови. И сейчас одну секунду. Так вот, мы с вами будем добавлять эту кислоту или щелочь, преодолевать все буферные системы, а по крайней мере гемоглобиновая буферная система будет иметь разную емкость у наших разных пациентов, потому что у них просто-напросто разные концентрации гемоглобина. Один пациент с цинемией, с гемоглобином 70 граммов на литр, другой пациент с полицитемией, с гемоглобином 220 граммов на литр. У них совершенно разная буферная емкость гемоглобина. Для того, чтобы гемоглобин не влиял на получаемую величину показателя BE, мы с вами использовать будем тот показатель, в котором гемоглобин стандартизирован. И он стандартизирован в таком расчетном параметре, как BE в неклеточной жидкости. Или же еще его можно назвать BE in vivo, BE стандартный. Это тот показатель BE, который не зависит от концентрации гемоглобина пациента. И, соответственно, BE в неклеточной жидкости, опять же, мы отдаем предпочтение, когда описываем состояние нарушения кислотно-основного баланса, поскольку мы тогда с вами можем сравнивать пациентов с разными гемоглобинами между собой по показателю BE. Гемоглобин уже не влияет. Кроме показателей концентрации стандартного бикарбоната и показателя BE в неклеточной жидкости, есть еще один параметр кислотно-основного состояния, фактически электролитный параметр, который позволяет нам с вами дифференцировать все метаболические ацетозы на две большие группы. На группу ацетозов с увеличенным расширенным анионным промежутком или анионным ГЭПом и на группу ацетозов с сохраненным, нормальным анионным промежутком. Это дает нам ключик к пониманию того, в какой, по крайней мере, области может лежать этиология метаболического ацетоза у нашего пациента. Какие из хотя бы групп частиц могут быть причиной ацетоза у нашего пациента. Так что анионный ГЭП – это именно показатель, который информативен и имеет клиническое значение именно при метаболических ацетозах. Он основан, его расчет основан, опять же, на уже упоминавшемся сегодня законе электронейтральности. Он вычисляется как разница, разность между суммой основных катионов плазмы крови и основных катионов плазмы крови – это натрий и калий, и суммой основных анионов плазмы крови, из которых в миллимолях на литр мы оцениваем с вами какие? Хлор и бикарбонат. Именно их мы меряем в миллимолях на литр, а значит, можем поставить в это уравнение. И о чем же свидетельствует обнаруживаемое нами неравенство между натрием с калием и хлором с бикарбонатом? Оно свидетельствует о том, что кроме хлора и бикарбоната в плазме крови содержатся еще анионы. Что это за анионы? Это в первую очередь альбумин, ну и в сильно вторую уже очередь по сравнению с альбумином – фосфаты. Вместе нормальная концентрация альбумина с небольшим количеством нормальным фосфатов способны создавать до 20 милиэквивалентов на литр отрицательного заряда, а значит удовлетворять требованию электронейтральности при анионном промежутке, не превышающем 20 милимолей на литр. О чем же будет говорить нам увеличение величины анионного промежутка? О том, что кроме альбумина и фосфатов, кроме хлора и бикарбоната в такой плазме крови должны содержаться еще какие-то анионы. А что такое отрицательно заряженные анионы в водном растворе? Это, как правило, как раз-таки анионы кислот. Например, муравьиные кислоты, молочные кислоты, кетоновые тела – это все анионы кислот. Таким образом, по анионному промежутку мы оцениваем, появились ли какие-то новые, нехарактерные, по крайней мере, в таких концентрациях, анионы в плазме крови нашего пациента. Какие же частицы чаще всего ответственны за увеличение анионного промежутка из-за развития метаболического ацидоза с увеличенным анионом промежутков у наших пациентов? На первом месте, пожалуй, лактат, на втором – кетоновые тела, на третьем – смесь анионов, накапливающаяся при терминальной почечной недостаточности, при уремии. Ну и на четвертое место надо поместить целый ряд анионов, которые встречаются как следствие отравлений, интоксикации, например, отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и так далее. С нормальным анионным промежутком метаболические ацидозы тоже встречаются, но при них мы тогда не ищем никаких новых накопившихся кислот в крови. Такие метаболические ацидозы с сохраненным анионным промежутком являются или следствием потери оснований через желудочно-кишечный тракт, или за счет диареи, или за счет фистулы поджелудочной железы, или же потери оснований через почки при почечноканальцевом ацидозе, или же являются следствием развития гиперхлоримического ятрогенного ацидоза. Почему при гиперхлоримическом ацидозе не увеличивается анионный промежуток? Да потому что хлор участвует в формуле анионного промежутка. Соответственно, его увеличение не ведет к увеличению анионного промежутка. Разобрали мы с вами в итоге критерии, по которым можем оценить вклад метаболической регуляции в кислотно-основное состояние. Это стандартный бикарбонат, это БЕ в неклеточной жидкости и анионный промежуток при метаболических ацидозах. Осталось поговорить только об интерпретации. На сегодняшний день есть два подхода к интерпретации кислотно-основного состояния и его нарушений. Традиционный классический, мы сегодня остановимся на нем. И физико-химический подход Питера Стюарта. Очень интересный, очень, я считаю, актуальный с точки зрения оценки вклада электролитов и белков и воды в кислотно-основное состояние. Но несколько, так скажем, громоздкие, трудоемкие и для того, чтобы начать им пользоваться, то есть для понимания, для освоения. И, пожалуй, слишком громоздкие для того, чтобы пользоваться им в повседневной клинической практике у всех пациентов. Но у некоторых пациентов стоит к нему прибегать, когда мы имеем дело со сложными метаболическими нарушениями кислотно-основного состояния. Когда есть и электролитный, и белковый дисбаланс, и это, соответственно, тогда он дает нам очень хороший ключик к пониманию картины. Но мы с вами сегодня останавливаемся на широко, наиболее широко используемом в большинстве лечебных учреждений подходе на традиционном классическом. Он основан на уравнении Гендерсона Гассельбаха. Дыхательный компонент оценивается в регуляции кислотно-основного состояния по ПСО2. Метаболический компонент оценивается по стандартному бикарбонату или по БЕ. И они он и примежуток при метаболических ацидозах. А уже для того, чтобы упростить этот традиционный классический подход, используются разные приемы. Среди них могут использоваться алгоритмы, могут использоваться визуальные графические номограммы Зигарда Андерсона, Дейвин Порта. А акцент мы сегодня сделаем на приеме крестики-нолики, потому что он, пожалуй, такой очень простой, очень наглядный, очень удобный. Чтобы научить, например, медсестру в реанимации интерпретировать кислотно-основное состояние с помощью приема крестики-нолики, я думаю, вы не потратите больше, чем 10-15 минут. Итак, при интерпретации кислотно-основного состояния важно подвергнуть оценке. ПХ крови, то есть какой результат в виде ПХ крови имеет кислотно-основное состояние. Каков вклад в этот результат дыхательного компонента, каков вклад в этот результат метаболического компонента. И на основании вот этих трех частей, оцененных нами, прийти к заключению и сформулировать его. Что является основным нарушением? Основное нарушение имеет две характеристики – ацидоз или алкалоз, и дыхательный, метаболический или смешанный. То есть какова его природа. Отметив это самое основное нарушение, следует перейти в интерпретации, в интерпретационном заключении, к описанию того, что делает на фоне этого основного нарушения вторая регулирующая система. Пытается ли эта система компенсировать имеющееся нарушение, то есть есть компенсаторная реакция или нет. Если нету, мы назовем такое нарушение некомпенсированным. Если есть компенсаторная реакция со стороны второй системы, то мы должны оценить ее степень, которая может быть или полной, или частичной. В случае полной компенсации мы это нарушение назовем компенсированным. В случае частичной степени компенсации мы назовем это нарушение частично компенсированным. Сейчас, например, их все станет гораздо проще. Итак, в качестве приемов можно использовать графические, визуальные, например, номограмму Зигарда Андерсона. Ее Оле Зигарда Андерсон, датский биохимик, опубликовал в 1971 году на основании того, что он изучал тысячи разных анализов КСС. И в этих анализах КСС, полученных как у здоровых добровольцев, так и у самых-самых разных пациентов, он выявил, естественно, закономерности, что на его номограмме, на его вот этой карте кислотно-щелочного состояния пациенты с похожими состояниями оказываются в одних и тех же зонах. И он эти зоны обвел границами. Нормальная зона нормы, зона здоровых людей без нарушений КСС лежит вот здесь в центре видеовала. Есть выделены зоны для пациентов с острой гиперкапнией, то есть с некомпенсированными дыхательными нарушениями, с хронической гиперкапнией, то есть с компенсированными или частично компенсированными дыхательными ацидозами, хронический избыток оснований, то есть хронический метаболический алкалоз, острый метаболический алкалоз, хронический метаболический ацидоз, ну и так далее. И он предложил нам просто сравнивать показатели кислотно-основого состояния наших пациентов с теми, которые обычно встречаются в 95% случаев у тех или иных пациентов. Дальше. Этот самый метод графической визуальной оценки с помощью номограммы можно применять не только, используя номограмму как-то отдельно, но и используя программное обеспечение, в частности, встроенное во многие довольно анализаторы газа в крови, где результат пациента может быть представлен не только числовыми значениями, но и визуально-графически на номограмме. На алгоритмы мы с вами не будем тратить много времени, потому что их смысл просто отправить нас, как, например, вот в этой книге «Анализ газов и артериальной крови понятным языком» авторов Хеннесси и Джаппа, всегда выявляется сперва ведущее нарушение. Вот видите, как здесь, например, при pH ниже 7,35 ведущим нарушением может быть или дыхательный ацидоз, или метаболический ацидоз. А дальше, идентифицировав ведущее нарушение, оценивается всегда второй регулирующий компонент. При дыхательном ацидозе по бикарбонату оценивается метаболическая регуляция, при метаболическом ацидозе по ПСО2 оценивается, что делает дыхательная регуляция. И она может частично компенсировать, не компенсировать, или же в случае, если мы выявляем, что и тот, и другой компоненты регуляции вовлечены в развивающийся ацидоз, мы назовем нарушение смешанным, и уже тогда ничего не будем говорить про компенсацию, потому что компенсировать, собственно, некому. Оба регулирующих механизма вовлечены в основное ведущее нарушение КСС. Такой же алгоритм для больше 7,45 pH в этой книжке и отдельный алгоритм для анализов, в которых pH находится в референсном диапазоне, то есть от 7,35 до 7,45. И при этом всегда мы будем говорить или о отсутствии нарушений КСС, если и ПСО2, и бикарбонат в норме, или же будем говорить о том, что одно основное нарушение компенсировано другой регулирующей системой. То есть в случае, например, если pH нормальный, и при этом и низкий ПСО2, и низкий бикарбонат, мы имеем дело, вот сюда мы отправились, в эту часть алгоритма, с компенсированным то ли метаболическим ацидозом, если причина лежит в метаболической регуляции, то ли с компенсированным дыхательным алкалозом, если первопричина лежит в дыхательной регуляции. И для идентификации лабораторного синдрома, как интерпретационного заключения КСС, достаточно сравнить значение pH крови с точкой середины референсного диапазона. Если значение pH лежит ниже этой точки середины референсного диапазона, то принято считать ведущим первичным нарушением ацидоз. Если выше этой точки, то ведущим первичным следует считать алкалоз. А дальше сравнивать полученные интерпретационные заключения с клиническим контекстом. То есть с анамнезом, со всем остальным, что мы знаем про пациента. И переходить уже к интерпретационному клиническому заключению, которое мы можем исправить в зависимости от получаемых данных клинического контекста по сравнению с лабораторным синдромом. Ну и тот прием, на котором я обещал сделать акцент, крестики-нолики. Он опубликован в 1995 году американской медсестрой Дорин Мэйс. Она адресовала свою публикацию в первую очередь студентам, причем студентам как будущим врачам, так и студентам-медсестрам, которым предстояло тоже сдавать экзамен на получение лицензии лицензированной медсестры. И она, выявляя, что на экзаменах довольно часто в этих вопросах допускаются ошибки, предлагала на черновике, для того, чтобы избежать ошибок, чертить по аналогии с игрой крестики-нолики три столбца, три графы, именовать столбцы ацидоз, норма и алкалоз, по очень простым правилам по столбцам расставлять PH, PCO2 и стандартный бикарбонат из анализа газа в крови, и по тому, как они разместятся по столбцам, приходить к интерпретационному заключению. Что надо знать, чтобы использовать метод крестики-нолики? Ну, естественно, в колонку норма должны попадать PH, PCO2 и бикарбонат в том случае, если они находятся в пределах своих референсных диапазонов. Ацидоз – это колонка, в нее попадает PH в случае снижения, PCO2 в случае, наоборот, увеличения по сравнению с нормой, и бикарбонат туда попадает в случае снижения по сравнению с нормой. В колонку алкалоз попадают теперь уже высокие значения PH и бикарбоната и низкие значения PCO2. Ну, это естественно, потому что PCO2 у нас всегда, так скажем, обратно пропорционален уровню PH. И является причиной для отклонения PH в том случае, если, например, PH нижен, PCO2 для него, чтобы быть причиной, должен быть повыше. Для алкалозов, наоборот, PH увеличен, значит, PCO2 для него в качестве причины должен быть снижен. Так что очень легко запомнить. Ну, и важно помнить, какой из компонентов регуляции кислотно-основого состояния в каком из параметров отражается. В норме у здорового человека и PH, и PCO2, и бикарбонат должны быть в колонке норма. Четыре варианта заполнения таблицы крестиков-ноликов для некомпенсированных нарушений КСС. Например, для некомпенсированного дыхательного ацидоза. PH и PCO2 в колонке ацидоз, а бикарбонат остается в колонке норма, что говорит о том, что метаболическая регуляция никак не отклоняется, никак не отреагировала у нашего пациента. Соответственно, метаболической компенсации имеющегося дыхательного ацидоза у этого пациента нет. Поэтому это будет некомпенсированный дыхательный ацидоз. Ну и так далее. В общем, четыре варианта. Два варианта смешанных нарушений, при которых не следует ничего писать про компенсацию, потому что и дыхательный, и метаболический компонент при них вовлечены в развитие основного ведущего нарушения. Четыре варианта заполнения таблицы крестиков-ноликов для частично компенсированных нарушений. При них в колонке основного нарушения оказывается и значение PH, и параметр, характеризующий природу этого нарушения. А вторая регулирующая система по параметру, который ее характеризует, оказывается в противоположной колонке. То есть, например, возьмем вот этот график с вами, левый верхний. PH в колонке ацидоз, PCO2 там же, значит, основное ведущее нарушение дыхательный ацидоз. Что делает метаболическая регуляция? Пытается компенсировать, потому что бикарбонат в колонке алкалоз. Значит, какое интерпретационное заключение? Частично компенсированный дыхательный ацидоз. Ну и остались для нас с вами 4 картинки полностью компенсированных нарушений. При полностью компенсированных нарушениях, благодаря компенсаторной реакции второй регулирующей системы, PH удерживается в рамках нормального диапазона. И мы с вами, чтобы выявить ведущее нарушение в рамках интерпретационного заключения о лабораторном синдроме, должны сравнить PH с точкой середины нормального диапазона. Для артериальной крови такой серединкой является 7,4 ровно. Тогда при PH ниже 7,4 мы будем считать ведущим нарушением то, которое ведет к ацидозу, и добавлять еще один значок PH, PH адджастия, то есть PH, исправленная компенсаторной реакцией в итоге. В колонку в случаях ниже 7,4 ацидоза, а в случаях выше, чем 7,4, в колонку алкалоза. И у нас снова получается всего лишь 4 варианта заполнения таблицы крестиков-ноликов. Давайте посмотрим, как этот прием будет работать и о каких изменениях в уравнении Гендерсона Гассельбаха нам свидетельствуют на нескольких клинических примерах. Переходим к заключительной части, к клиническим примерам. Пациент с хронической обструктивной болезнью легких с обострением, с выраженной одышкой, даже в покое. Взят у него анализ газа в крови, проанализирована артериальная кровь. Дышал в момент забора пробы пациент атмосферным воздухом, то есть без дополнительного кислорода, обычный атмосферный воздух, ФИО2 равно 0,21. Смотрим, что говорит нам о его нарушении КСС таблица крестиков-ноликов. PH 7,36 соответствует референтному диапазону, попадает в колонку норма. ПЦО2, 54 мм рт. ст. выше референсных значений попадает в колонку ацидоз. Бикарбонат стандартный, 30,6, выше референсных значений, высокий бикарбонат отправляется в алкалоз. BE плюс 4,9 мм на литр, если мы с вами предпочитаем этот критерий для оценки метаболического вклада в регуляцию КСС, говорит о том, что действительно метаболическая регуляция отклоняет PH в щелочную сторону. И к какому выводу мы придем, что мы назначим ведущим нарушением? 7,36 ниже, чем 7,4. Значит, мы будем считать, что ведущее нарушение отклоняет PH, вероятно, в кислую сторону, а уже компенсаторная реакция метаболической регуляции тянет PH обратно вверх и возвращает в референсный диапазон, но не переваливает через точку середины референсных значений через 7,4, а остается PH ниже, чем 7,4. То есть мы с вами сформулируем, наверное, интерпретационное заключение как компенсированный дыхательный ацидоз. В уравнении Гендерсона-Гассельбаха мы с вами будем полагать, что изменения происходили в следующем порядке, следующим образом. Первично гиперкапния. Уменьшилось из-за этого значение дроби в уравнении Гендерсона-Гассельбаха. PH отклонился в кислую сторону. И, видимо, это произошло не 10 минут назад, а произошло это несколько суток назад, а может быть месяцев назад. По крайней мере, у почек было достаточно времени, чтобы выводить из организма кислоты, задерживать основание, и этот вклад метаболической регуляции отразился на бикарбонате, он увеличился, и это является признаком метаболической компенсации имеющегося дыхательного нарушения. То есть мы с вами сформулируем заключение как компенсированный дыхательный ацидоз. А теперь посмотрим еще на один пример. Тоже пациент с Хоббл, но интерпретационное заключение будет немного отличаться. У этого пациента PH 7,29. Оно сразу попадает в колонку ацидоз, поскольку это значение явно ниже нижней границы референсного диапазона. ПЦО2 65 мм штутного столба. Высокий ПЦО2 отправляется в колонку ацидоз. Бикарбонат повышен 30,3 ммоли на литр. Отправим в колонку алкалоз. Хотим, оценим по БЕ. Плюс 4,7 ммоли на литр. Снова вышел за референсные значения этот показатель, естественно, тоже и позволил нам количественно оценить дисбаланс кислоты оснований в метаболическом компоненте регуляции КСС. Какое заключение? Частично компенсированный дыхательный ацидоз. Правда? Тогда у нас был в предыдущей задаче просто компенсированный дыхательный ацидоз, а в этой задаче частично компенсированный дыхательный ацидоз. То есть первопричина, как и в предыдущем примере, гиперкапнест, сочетающийся со смещением PH в кислую сторону, как ведущее нарушение. Метаболическая регуляция реагирует ростом бикарбоната, но компенсирует на этот раз кислотно-основное нарушение лишь частично, поскольку PH остается в патологически низком диапазоне. Значит, это частично компенсированный, дыхательный ацидоз. Еще один пример. Пациент молодой, здоровый, 40 лет, но спасен из пожара. Ни травм, ни ожогов, невидимых там ран, повреждений нет. Что есть? Спутанность сознания, дезориентированность, нарушение сознания в виде ступора и несколько раз рвота у него. Смотрим на его анализ газа в крови. Видим, PH 7,36 в нормальном диапазоне отправляем в колонку нормы. PCO2 34 ниже референсных значений. Низкие PCO2 отправляются в колонку алкалоз. Пикарбонат низкий, 18 мм на литр. BE минус 5,5 мм на литр. Пикарбонат как критерий вклада метаболической регуляции попадает в колонку ацидоз. Проводим с вами выбор между метаболическим ацидозом и дыхательным алкалозом как ведущим нарушением. PH 7,36 говорит нам о том, что вероятно первичным является то нарушение, которое ведет к развитию ацидоза. Значит, наше заключение будет компенсированный метаболический ацидоз. Смотрим на уравнение Гендерсона Гассельбаха. Из-за каких-то причин первоначально снизился пикарбонат. Это привело к снижению PH в кислую сторону, но отреагировала дыхательная компенсаторная реакция гипервентиляции умеренной. Достаточно, чтобы вернуть PH, удержать его в рамках референсного диапазона. Таким образом компенсированный метаболический ацидоз. Ну и, кстати, если мы посмотрим на все его анализы, то мы выявим причину для него. Вы видите, карбоксигиперлоктатемия как признак такой какой-то гипоксии внутренних органов и тканей. И, вероятно, ее причиной является гемическая природа этой гипоксии, связанная со снижением кислорода транспортной емкости крови из-за отравления угарным газом. Карбоксигемоглобин составляет 40% в структуре гемоглобина этого пациента. Таким образом, можно сказать, что отравление угарным газом к этому привело. Ну и последний клинический пример. Пациент обнаружен без сознания, рядом пустые бутылки, флаконы и особого внимания заслужил социальный статус этого пациента. Он без определенного места жительства. Его анализ газа в крови перед нами. PH 7,2 сразу попадает в колонку ацидоз. ПЦО2 25 снижен. Низкий ПЦО2 попадает в колонку алкалоз. А вот бикарбонат резко сниженный 9,5 миллимолей на литр БЕ минус 16 миллимолей на литр говорят о том, что метаболическая регуляция КЩС вызывает сдвиг PH в кислую сторону. Бикарбонат попадает в ацидоз в колонку. Наше заключение частично компенсированный метаболический ацидоз. Если мы с вами захотим отразить степень тяжести, степень выраженности этого метаболического ацидоза, степень напряжения дыхательной компенсации, чтобы удержать PH на уровне 7,2, то мы с вами укажем, что это ацидоз выраженной или тяжелой степени. Таким образом, первично метаболический ацидоз, напряжение дыхательной компенсации, низкое ПЦО2, позволяет PH удерживать лишь на уровне 7,2. Выраженный метаболический ацидоз частичной компенсации, но при метаболических ацидозах целесообразно оценить анионный промежуток, который близится к ответу на вопрос, а что за частица является ответственной за нарушение КЦС. Смотрим анионный промежуток нашего пациента 32 ммоли на литр. Формулируем теперь уже полностью интерпретационное заключение, как выраженный метаболический ацидоз с увеличенным анионным промежутком с частичной дыхательной компенсацией. И в качестве причины вполне может служить, например, если это не лактат, как у нашего пациента, если не выявятся кетоацидозы, кетоновые тела. Если нормальный креатинин и, соответственно, не снижено, не является резко нарушенной скорость клубочковой фильтрации, то мы с вами придем к выводу, что вероятной причиной является отравление интоксикация, и это вполне может быть отравление метиловым спиртом, который, подвергаясь метаболизму алкогольной гидрогеназы, превращается не в ацетальдегид и уксусную кислоту, как это делает этиловый спирт, а превращается в формальдегид и муравьиную кислоту. И как раз анион муравьиной кислоты вполне мог бы быть ответственным за увеличение анионового промежутка, за развитие этого ацетоза, за выраженный дефицит оснований, который мы выявляем, а мы с вами говорили, что клинически, когда мы говорим дефицит оснований, мы его просто называем через то, каков эффект для оснований, а подразумеваем мы с вами гораздо чаще, пожалуй, некоторый избыток кислот. И я вас благодарю за внимание, я прошу прощения, я, по-моему, всего лишь 3 минуты оставил для вопросов и ответов. Давайте посмотрим, не знаю, может быть, Людмила Алихановна видела, были ли какие-то вопросы где-нибудь в чатах. Редактор субтитров